Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен еще на год. Впрочем, это не останавливает боевиков. Сегодня они 35 раз стреляли по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии. В то же время удалось полностью восстановить электроснабжение в Авдеевке, а запуск у Донецкой фильтровальной станции планируется в пятницу, при условии, что не будет обстрелов со стороны наемников. А наша съемочная группа побывала сегодня в так называемой серой зоне неподалеку от Горловки. Как выживают люди на линии огня, видела Ирина Баглай. Шумы на карте это населенный пункт между Горловкой и Торецком, а фактически уже село-призрак. 65 домов было тут. Ну а сейчас тут мы вдвоем, я еще один. Ни не Дмитриевне девятый десяток, а народом из Житомирской области помнит, как переехала сюда еще ребенком. Потом приходилось бежать от войны. Когда немцы зашли сюда, шахту взорвали, мы поехали домой. Ну дома там побыли, пока два немца угнали, и тогда мы обратиться приехали. От второй войны уже в преклонном возрасте решила не бежать. И даже про обстрелы говорит без страха. Вот три года живу, и три года под пулями. Вот нема сегодня света, не знаю еще. Хлопцы, что света нема? Столб поваленный. От ветра завалило, да? Ну, он, видно, был подбитый. Шумы – это серая зона. Сюда вход вооруженным людям запрещен. Но для Нины Дмитриевны и ее соседа зачастую солдаты – единственная связь с мирной территорией. Именно они сообщают ремонтникам об обрывах на линии электропередач, доставляют воду и продукты. В воду не увозят где-то с июля месяца 2014 года. Свет то есть, то нет. В 2015 году вообще девять месяцев света не было. Как идут бои хорошие, то света нет. Сергей Петрович уже на пенсии. Раньше работал на шахтах, со стороны которых год назад и обстреляли дом его брата. Брата вот сожгли с Гагарина. Выстрел был. У него вот дальше, что там вот видно. Вот там был у него сарай, там коровы ставили у него. Как раз тогда шел бой. А у них недолеты шел, и они шли по поселку шарашили. И хотя в селе нет военных, снаряды боевиков сюда прилетают. Вот последнее вот это вот. Вот это вот они мне прислали. Четыре штуки на крышу, на той. Одна перед окнами, другая с той стороны. Перед окнами стекол нету. Одна граната вот, другая вот тут над пилорамой. По подсчетам Сергея, до Горловки идти пешком два часа. Правда, после того, как начались бои, дорога туда закрыта. По расчетам военных, Горловка на расстоянии полета пули. Утес работает или ДШК. Отсюда не видно, с той стороны. Там терриконы четыре штуки идут в ряд. Оттуда работали позавчера по нам с утеса. Отличается. 7,62 от 12,7. Ну, оторвет полтула еще точно. Ночь уже периодически из села Шумы и позиций военных перед ним наемники накрывают минами. У них там, скорее всего, хорошо организована взаимодиа. Техника, которая может быстро подвезти, быстро уехать. А стреляли, свернулись, уехали. Мина, 82-я. А, вон, кусочки еще есть. Вот такая гадость прилетела. Вот это она здесь. Вот этот гараж был весь белый, как побелили. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер.